Если на начало войны смотреть с официальной точки зрения, то мы решительно ничего не поймем. В последние месяцы, недели и дни перед ерманским вторжением, руководство Советского Союза совершает какие-то ничем не мотивированные действия. Советские дивизии, корпуса и армии вроде сами подставляют себя под разгром. Они забираются в такие выступы границ, где уже в мирное время они окружены с трех сторон. Гитлеровцам остается только захлопнуть мышеловку. Советские летчики перегоняют тысячи самолетов прямо на приграничные аэродромы. В случае внезапного нападения все эти самолеты просто не успеют взлететь. Пограничники режут колючую проволоку на границах. Саперы снимают мины на пограничных мостах, открывая путь гитлеровским захватчикам на нашу землю. Не может быть! Не может быть! Петров, скажи! Да, это верно! Полагаешь, что еще войны можно избежать, ведь мы на всем протяжении даже заграждение не поставили. Чего, блядь? Мосты взрывы не подвели, ни одного моста не взорвано. Ну ты совсем дурак, баран толстожопый, омерзительный просто. Полагаешь, что еще войны можно избежать, ведь мы на всем протяжении даже заграждение не поставили. Мосты взрывы не подвели, ни одного моста не взорвано. За ошибки штабных стратегов приходилось расплачиваться живой силе наших частей.